Вот эти четыре секции ограды мы сумели очистить от замков, ближайшие слева от Глебовского моста. Они были наиболее загруженные. 176 замков мы с них удалили. Когда взвесили, 51 килограмм все это весило. Но мне уже написали друзья, что один замочек, висящий с внешней стороны, мы упустили. Просто не заметили, тем не менее, все равно выглядеть стало, я считаю, опрятнее. Алексей назвал свою акцию «Болгарка против невежества». Ему захотелось очистить ограду от навесных замков, которые здесь вешают новобрачные по старой городской традиции. Вооружился болгаркой, болторезом и за один день вместе с другом сняли 176 замков. Свой поступок рязанцы хулиганством не считают. Во-первых, сама навеска замков является хулиганством, а во-вторых, умышленным причинением вреда чужому имуществу. То, что делаю я, можно ли его классифицировать как самоуправство, я думаю, что нет. Мне бы очень хотелось взять за свой счет, отштукатурить и отремонтировать основание ограды, но вот этого как раз делать нельзя. Алексей рассказал, что многие замки висят тут десятки лет. Они ржавеют и вместе с этим портится и ограда. Облагораживать последнюю, кстати, никто не стремится, говорит мужчина. Оно и понятно. Вместе с замками не покрасить, а снимать их никто и не планирует. Причина, по которой за оградой никто не ухаживает, довольно необычно. Выяснили ее журналисты местных СМИ. Вот эта часть ограды, которая находится за Глебовским мостом, она вообще не принадлежит никому. Та часть, которая находится до Глебовского моста, идет к церкви Спаса на Иру, она принадлежит, стоит на балансе города. А эта часть территориально относится к музею-заповеднику «Рязанский Кремль», но на баланс она не взята. Комментируя поступок Алексея, в соцсетях рязанцы разделились на два лагеря. Одни считают его правильным, а другие говорят, что мужчина просто наживается на чермете. 50 килограммов спиленных замков действительно сдали на металл, а на полученные деньги купили диски для болгарки. Остальное положили в ящик для пожертвований, прямо тут, в Кремле. Потому что свою акцию Алексей планирует продолжать. Остается надеяться, что теперь пары, повесившие замок на набережную, не подадут на развод. Но с другой стороны, что это за браки, которые держатся на одном только замочке? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».